Девчонки, привет! Рада вас видеть, как всегда, на своем канале. Сегодня планирую сделать обзор тест-драйв нового тонального в моем арсенале. Я заметила, что вам очень понравился тест-драйв первого тона, который я делала. Где же этот тон? Вот он, Rimmel Breathable. И многие из вас писали, что вы бы хотели продолжение этой серии. Так что держите кулачки, заваривайте чай покрепче и садитесь смотреть видео. Тон, который мы будем с вами сегодня тестировать, называется Collagen Moisture Foundation SPF 15. Это тон с коллагеном, такой как гибрид ухода и декоративной косметики. Да, это такая корейская штучка, как все эти BB, CC и так далее. И, конечно же, SPF, защита от солнца. Этот продукт от бренда Enough, это корейский бренд Made in Korea, корейский продукт. Он выпускается в тех же трех цветах, как и Misha BB Cream. Это 13-й цвет, потом 21-й, 23-й. Во всяком случае, это те, которые представлены на iHerb. Я не знаю, если это какое-то подразделение бренда Misha или какая-то их как бы типа братская компания. В общем, я не знаю. Или почему вот именно эти оттенки 13, 21, 23 надо будет почитать. Может быть, это какие-то там популярные, общепринятые оттенки в Корее. Я не знаю. Я его купила по, опять же, многочисленным отзывам. Читала на iHerb, что есть такого интересного, которое все хвалят. И вот мне сразу же выдало этот тон, как прям какой-то хит. Да, прям must have. Я решила попробовать. Объем здесь огромный. 100 мл. Ну, обычный тон, любой тон, это 30 мл. Такой классический, общепринятый объем. В общем, неважно, упаковка. Упаковки могут быть разные, но обычно в них по 30 мл. Это то, к чему мы привыкли. Здесь их 100. Значит, это больше, чем в 3 раза, больше, чем обычный тональный. Форма выпуска. Здесь такая пластиковая бутылочка, пластиковая помпа, крышечка. В общем, ну, все из пластика, никакого стекла. Оно достаточно увесистое за счет большого объема, но не за счет упаковки. Да? Ну, как бы форма выпуска такая обычная. Производитель уверяет то, что этот тон подойдет всем типам кожи, так как он увлажняющий. За счет коллагена он как бы питательный, ухаживающий за кожей. Соответственно, SPF 15. Что интересно, SPF здесь физически, это титаниум диоксид. Здесь содержится то, что очень-очень похвально. Еще помимо коллагена здесь содержится и гиалурон. В общем, такой как бы гибрид ухода с тоном и с SPF. Да? Это чисто такая корейская тема. Ну что, давайте приступим. На одной стороне я буду наносить влажным бьюти-спонжем. Этот от ELF. Я недавно вам рассказывала в последнем видео. о этих бьюти-спонжах, которые я скупила для теста. Аромат такой ярко выраженный, цветочный, наверное. Не знаю. Аромат корейских сисикремов, я бы сказала. Вот много корейских продуктов имеет этот аромат. Да, яркий, яркий, цветочный. Я себе выбрала в оттенке 13. Это самый светлый оттенок. Расскажу почему. Из обзоров я читала, что это очень увлажняющий тон. Поэтому я чисто логичным путем выявила, что скорее всего я его буду носить не летом, когда у меня лицо просто блестит и плавится. А буду скорее всего носить на, может, осень, на зиму, когда попрохладнее. Да, за счет того, что он такой увлажняющий, питательный. И я подумала, что лучше я его возьму в светлом оттенке, чтобы он мне идеально подошел на холодное время года. У меня это такое как бы негласное правило, что я матовые тона покупаю потемнее, так как предполагаю их носить летом. А увлажняющие, питательные тона покупаю в светлых оттенках, так как планирую их носить зимой. Как обычно, на моем лице не было праймера. Я только умылась, протела лицо тоником и увлажнила вот такой вот эмульсией от Etude House. Это такая легкая увлажняющая эмульсия. Никаких праймеров, ничего такого на мне нету в те дни, когда я делаю тест-драйв тона. Но что я могу сказать? На первый взгляд, то, что бросается в глаза, это то, что он очень-очень эластичный. Мне прямо интересно его руками. Да, он прямо вот растягивается, супер эластичный. Если вы знакомы с Healthy Mix Serum Foundation. Кстати, вроде бы и аромат похож. Вот это тот эластичный, ну, эластичность, вот именно та, которая есть в Healthy Mix Serum. За счет этого можно наносить тонкий слой и хорошо распределить его по всему лицу. Что я могу сказать? Отдушка, наверное, может, людей, кто очень чувствительны к отдушкам, может немного спугнуть, да, отталкивающей быть, потому что она достаточно яркая, цветочная яркая. Как бы я, меня она не беспокоит, я с ней окей. По покрытию, это такое хорошее среднее покрытие. Финиш здесь сияющий, такой средний сияющий, но не за счет каких-то блесток или мерцающих частиц, а именно за счет увлажнения кожи. Вот знаете, как бы вы нанесли тон с каплей органового масла, смешали тон и нанесли на лицо, вот примерно такой дает финиш, как влажная кожа, как глазки, вот этого вот корейского тренда. Пока мне все нравится, но мне кажется, что этот тон на лето будет чересчур влажным для моей комбинированной кожи. Ну что, давайте на вторую сторону нанесем при помощи кисти. Я возьму кисть плоскую кабуки и попробую на другой стороне кистью. Да, вот эта эластичность его прям такая изюминка. Люблю такие текстуры, которые как пластичные, они как бы расплываются, растягиваются по вашему лицу. Из моей практики такие текстуры, они лучше как бы входят в реакцию с кожей и создают одно целое. Не лежат поверх как отдельный слой, а создают одно целое. Отлично наносятся и спонжем, и кистью. Как мне кажется, сторона, где мы наносим кисть, она менее влажной смотрится. Немного меньше вот этого вот влажного блеска. Ну, это можно, наверное, и понять, потому что бьюти-спонж, он влажный, он еще придает излишней влаге нашей коже и нашему тону. Однозначно. Вот это такой полуматовый, такой натуральный финиш, натуральный финиш такой красивой кожи, просто сияющий за счет здоровья, да, а это красивая кожа, на которой сияет еще и влажным таким финишем. И даже по текстуре вот эта сторона, где я наносила кистью, она менее липкая, она такая как, ну, как натуральная, да, натуральная кожа. А вот эта сторона, она именно как влажно-липкая. Ну что, девчонки, я завершила свой легкий макияж, я добавила всего капельку бронзера от Hourglass из палетки и немного хайлайтера от Hourglass. Я думаю, мне достаточно для никуда не выходить, сидеть дома в карантин. И на губах у меня бальзамчик, о котором я рассказывала в последнем видео, Revlon 0.45. Это то, что реально просто я, я с ним не могу расстаться. Он у меня на губах каждый день. Ну что могу сказать? Пока я наносила макияж, я специально, не наносила, а, еще под глазками у меня немного консилера корейского от Skin Food. Вот этого. Salmon Concealer. Я специально не припудривала лицо, не припудривала этот тон. Я хочу процесировать его в таком, да, реальном сеттинге. И уже по ходу посмотрим, нужно ли припудривать, не нужно, как он будет держаться. И что я заметила? Эта сторона, которая наносила влажным бьюти-спонжем, она, я вам уже говорила, она более влажная. И здесь продукты за счет влажности, да, вот и бронзер, и хайлайтер, они как бы приклеивались к вот этой вот влаге и наносились не так равномерно и более интенсивно, более пятнами. На этой же стороне, которую я наносила кистью, за счет того, что финиш менее влажный, здесь я спокойно растушевывала и бронзер, и хайлайтер без предварительного припудривания. Так что, однозначно, если вы этот тон носите еще влажным бьюти-спонжем, предварительно легко припудрите и только после этого наносите уже пудровые текстуры типа как румяна, бронзер, хайлайтер, потому что по-другому они у вас могут клеиться пятнами, наноситься неравномерно, растушевываться неравномерно, в общем, такая вот история. Ну что, я отключаюсь, встречусь с вами уже вечером, когда обсудим, как этот тон себя вел на протяжении дня, как он смотрелся, как он держался, как он будет выглядеть вечером, мы это все с вами протестируем. Все, до встречи! Ну что, девчонки, уже полдесятого вечера пришел момент вынести вердикт нашему сегодняшнему тону. Что я могу сказать? Во-первых, он, да, поблескивает в основном на лбу, но это и не странно, так как он блестел уже при нанесении. Он так, таким и был с самого начала влажным, таким увлажняющим. Это меня не смущает, как бы это немного пудры и вопрос решается. Меня смущает другое, что из-за маски, которую я носила сегодня, вот здесь, где была резинка от маски, он немного стерся, вот именно здесь, где терла резинка. Ну и это, если честно, скажем так, да, в нормальных условиях вас не трет резинка по лицу. Да, это не самый стойкий тон. Да, тон римель был более стойким, но здесь и заявлена стойкость 25 часов. Этот не заявлен, как стойкий. Что могу сказать? Стойкость средняя, смотрится хорошо. Вот даже здесь, где у меня места с расширенными порами, смотрится реально хорошо. Несмотря на то, что вот здесь я не припудривала, у меня кожа комбинированная. Я ожидала при таком тоне с таким влажным финишем, что у меня здесь просто будет масло. Нет, смотрится очень, очень даже неплохо. Вот только лоб капельку блестит, но если это промокнуть салфеткой, то вообще очень даже свежо, я бы сказала, смотрится именно свежим, таким увлажненным, свежим, здоровым. В общем, мне нравится. Да, это не самый стойкий тон, он более влажный, более такой ухаживающий. Я бы его назвала как таким легким ежедневным вариантом, когда тебе не нужна супер стойкость, не нужна супер матовость, тебе нужно больше комфорт, того, что это как бы и уход, и покрытие немного, и немного SPF, как бы такой универсальный продукт, где все в одном, и ты знаешь, что он капельку маскирует, но в то же время это не замазка, а это и какой-то скажем так качественный компонент, работающий на благо вашей кожи. Ну, как бы в этом плане мне нравится, если честно, я себе его оставлю. Я думала, если мне не понравится, я его просто кому-то подарю, отдам, не знаю, может маме скину, но нет, мне нравится. для моей кожи конечно же это будет не идеальный тон на лето, но, не знаю, весна, осень, зима, почему бы нет, значит, такой комфортный в носке. Ну, а девочкам с сухой кожей он даже на лето подойдет вообще неплохо, так что, да, хороший приз, смотритесь, если интересует такого рода продукт. Ну, девчонки, до скорых встреч, нас еще ждет много интересных тонов. На следующий я, наверное, планирую обзор Estee Lauder Double Wear Nude. Далее, что у меня здесь еще интересно, Pericon MD No Foundation Foundation и еще несколько таких заинтригую вас. Ну, все, до скорых встреч, пока!